Сегодня среди верующих христиан, а именно адвентистов седьмого дня, самой обсуждаемой темой из всех тем является тема Троицы. А именно, самым спорным остается вопрос, кто же это такой? Дух Святой. Одни христиане говорят, это божественная личность, отдельная от Отца и Сына. Другие христиане говорят, это не личность, а сила, исходящая от Бога Отца или от Сына Божьего, Иисуса Христа. И что самое интересное, это то, что и у одних, и у других христиан есть веская доказательная база. И те, и другие забрасывают друг друга цитатами Елены Уайт. Сегодня на основании трудов Елены Уайт мы попытаемся разобраться, так кто же это такой? Дух Святой. Это третья личность божества, или это сила и влияние, исходящее от Бога? С самого начала я хочу напомнить всем, кто не является адвентистом седьмого дня, что адвентисты считают Елену Уайт пророком Божьим. И все ее труды, изложенные в письменном виде, принимаются как воля самого Бога. Поэтому, если вы не адвентист седьмого дня и не принимаете Елену Уайт как пророка Божьего, то это видео вам будет неинтересным. Это видео посвящается сугубо для адвентистов седьмого дня, принимающих труды Елены Уайт и строящих на них свою веру. Посещая христианские группы в социальных сетях, я неоднократно являлся свидетелем того, как христиане, адвентисты седьмого дня спорили, доказывая друг другу на основании трудов Елены Уайт, кто же это такой Дух Святой. Защитники учения о Троице цитируют одни цитаты Елены Уайт, указывающие на то, что Дух Святой – это третья личность божества. Другая группа христиан цитирует другие цитаты Елены Уайт, указывающие на то, что Дух Святой – это не личность, а влияние Божье, исходящее от личности Бога Отца, или в отдельных случаях от личности Сына Божьего – Иисуса. И те, и другие христиане упрекают друг друга в том, что они выбирают из трудов Елены Уайт только те цитаты, которые им по вкусу. А те цитаты, которые им невыгодны, они не обращают на них внимания. Перед тем, как меня должны были исключить из членов церкви адвентистов седьмого дня за несогласие с четвертой доктриной, которая учит тому, что Сын Божий не умирал на кресте, а умерла лишь его телесная оболочка, происшедшая от Марии, со мной четыре пастора вели диалог на церковном совете, доказывая мне, что я неправ. Когда я открывал Библию и читал им ясные и конкретные тексты, повествующие о том, что Сын Божий умер полностью, а не наполовину, и этих текстов было очень много, то пасторы отвечали мне следующими словами. «А что писала Елена Уайт?» Тогда я им задавал вопрос, «Неужели я должен проверять Библию трудами Елены Уайт?» «Для меня Библия, и только Библия является основанием для моей веры». На что я услышал упрек, «А, так ты еще и Елену Уайт не признаешь». На следующий раз я уже пришел с книгами Елены Уайт. Для них труды Елены Уайт важнее самой Библии. Значит, я буду вести диалог по их правилам. Я прочитал более десятка цитат Елены Уайт, указывающих на то, что Сын Божий умер полностью, как Творец и Создатель наш. И в этот раз они меня упрекнули в том, что я выбрал для себя подходящие мне цитаты. И как контр-удар они мне прочитали около десяти цитат, где Елена Уайт пишет, что Сын Божий не мог умереть полностью, потому что он бессмертен. Посмотрев на все это, я понял, что дальнейший диалог наш, построенный на обмене удобными для нас цитатами, это всего лишь пустая трата времени. Не я им не докажу на основании Елены Уайт, не они мне не докажут ничего, потому что и у меня, и у них есть нужные цитаты. Вот точно такую же ситуацию я наблюдаю среди адвентистов седьмого дня, которые строят основание своей веры на Елене Уайт и доказывают друг другу цитатами ее. Кто же такой этот Дух Святой? И у каждой стороны есть свои доказательства. Для тех, кто еще не вникал в тему Духа Святого, читая труды Елены Уайт, для экономии времени я прочту всего лишь пять цитат, утверждающих, что Дух Святой – это третья личность Божества. А затем я прочту пять цитат, которые учат абсолютно обратному. Ну что ж, начнем. Сила Божья в третьей личности. Князя сил зла может укротить только сила Божья в третьей личности Божества, то есть Святом Духе. Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества – Духа Святого, которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте Божества силы, очищающей сердце. Дух делает действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа верующий становится причастником Божеского естества. Святой Дух есть личность, иначе он не мог бы свидетельствовать Духу нашему и вместе с нашим Духом, что мы дети Божьи. Святой Дух должен быть именно Божественной личностью, иначе он не мог бы знать тайны, скрытые в разуме Бога. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Необходимо осознать, что Святой Дух, являющийся такой же личностью, как и Бог, проходит по этим землям. Вот три живые личности Небесной Троицы. Именем этих трех великих сил – Отца, Сына и Святого Духа, каждый принимающий Христа живой верой крестится, и эти силы будут помогать покорным, подданным Небесной Обители в их усилиях жить новой жизнью во Христе. Итак, я привел всего лишь пять цитат, которые записаны в книгах Елены Уайт. Похожих цитат есть намного больше, но для экономии времени я не буду приводить все цитаты, которые мне удалось найти. Из этих пяти цитат мы можем сделать вывод, что Дух Святой – это третья личность Божества. Что здесь неясного? Сама Елена Уайт это написала. И если ты принимаешь ее как истинного Божьего пророка, то ты обязан принять эту весть и поверить, что Дух Святой – это третья личность Божества. На этой фразе я мог бы закончить свое видео, если бы я не нашел других цитат Елены Уайт, конкретно указывающих на то, что Дух Святой – это никакая не третья личность Троицы. Но тогда кто же это? Давайте прочитаем следующие пять цитат Елены Уайт. Подобной молитвы ангелы никогда не слышали. Они жаждут принести своему возлюбленному повелителю весть, утешение и надежды. Но Бог Отец сам ответил на просьбу своего сына. От самого престола исходят лучи его славы, небеса разверзаются, и на Спасителя исходит чистейший свет в образе голубя. Это символ, соответствующий Христу, кроткому и смиренному. В этой цитате Елена Уайт утверждает, что Дух Святой, исшедший на Христа во время крещения, это не отдельная личность, а лучи славы, исходящие от престола Отца. Надеюсь, никому не придет в голову сказать, что лучи света – это отдельная разумная личность. Те, которые поднялись вместе с Иисусом, с верой взирали на святое святых и молились, говоря, «Отче наш, дай нам Духа Твоего». Тогда Иисус дуновением даровал им Дух Святой. В этом дуновении Духа были свет, сила и много любви, радости и мира. В этой цитате Елена Уайт говорит, что Дух Святой – это дуновение, дарованное Христом. Неужели личность Божественная может быть всего лишь воздухом, дуновением? Когда же Божьи люди становятся храмом Святого Духа, сам Христос пребывает внутри. Они будут так ясно являть Его в Духе, в словах и в делах, что будет видно безошибочные различия между ними и последователями сатаны. А в этой цитате сказано, что Дух Святой – это сам Христос. Как можно перепутать вторую личность с третьей? «Приступив к служению в Вышнем Святилище, Иисус Своим Духом по-прежнему служит Церкви на земле. Он стал невидим для человеческого глаза, но Его прощальное обещание исполняется, «Сея с вами во все дни, до скончания века». Хотя Он передает свою власть немощным служителям, Его живительное присутствие остается в Церкви». Эта цитата также утверждает, что Дух Святой – это не отдельная третья личность Божества, но это Сам Иисус Христос, Который стал невидим для нас. Дух Святой – это Он, Сам, Христос, лишенный личности и человеческого естества, потому что свободный от них. Посредством этого Духа Он, Христос, будет представлять самого себя, как присутствующий в каждом месте, как вездесущий. И снова эта цитата Елены Уайт говорит прямо, что Дух Святой – это никакая не третья личность Божества, но Сам Иисус Христос. Я прочитал для справедливости только пять цитат, чтобы было поровну, хотя их есть намного больше. Итак, адвентисты, основывающие свою веру на трудах Елены Уайт, будут выбирать те цитаты, которые им по душе, и будут доказывать своим оппонентам, что так писала сама пророчица Божья. И если вы не принимаете ее трудов, это равносильно тому, что вы отвергаете голос самого Бога. И что самое интересное, что тринитарии и что антитринитарии все друг друга упрекают в непринятии трудов Елены Уайт, хотя при этом забрасывают друг друга цитатами Елены Уайт. Друзья, ну как же вы не поймете, что это вечная война, это вечный спор, в который никогда не будет победившей или проигравшей стороны. Каждая из сторон будет принимать только те цитаты, которые им по душе. Возможно, вы скажете, так что же это получается, что Елена Уайт противоречила сама себе? А кто-то даже скажет, что Елена Уайт это лжепророк. Друзья, а вы поставьте себя на место Елены Уайт и представьте, что вы лжепророк и вы заинтересованы ввести людей в заблуждение. Скажите, писали бы вы в вашей книге цитаты абсолютно противоположные друг другу? Я думаю, что нет. Вы бы старались так складно и искусно предоставить вашу ложь, чтобы ни у кого не возникло мысли заподозрить вас, что вы лжепророк. Иначе зачем Елене Уайт разоблачать саму себя своими же цитатами? Я просто в этом логике не вижу. Но тогда почему такое произошло, что труды Елены Уайт противоречат сами себе в разных местах? Давайте прочтем, что сама Елена Уайт писала о себе. Что бы там ни случилось в плане фальсификации моих свидетельств, это будет сделано людьми, которые признают себя правыми, Бога же не знают. Я же буду в кротости продолжать далее мое служение. Сатана уже провел большую работу над душами. Он и дальше будет пытаться уничтожить веру посредством лжеучений. Но у Господа есть на земле народ, для которого Библия и только Библия мирила всех учений и основа всех реформ. Никакие мнения ученых, выводы науки, символы веры и соборные постановления, которые также многочисленны и противоречивы, как и церкви, которые стоят за ними. Ни голос большинства, ничто не может считаться доказательством или опровержением какого-нибудь пункта религиозной веры. Прежде чем принимать какое-нибудь учение или предписание, мы должны потребовать ясного доказательства и Слова Божьего. Так говорит Господь. Итак, чтобы разобраться в вопросе, кем же является Дух Святой, я предлагаю отложить в сторону искаженные труды Елены Уайт и начать исследовать Священное Писание. Неужели недостаточно одной Библии, чтобы понять те истины, которые Бог изложил нам через простых, неграмотных рыбаков? Неужели Библия такая сложная книга, что без дополнительной литературы вам не понять святых истин, записанных в Слове Божьем? Зачем нам тратить свое время на пустые споры, которые ни к чему не приведут, потому что у каждого оппонента есть свой арсенал цитат из Елены Уайт и каждый будет доказывать своими цитатами и это будет продолжаться до самого пришествия Иисуса Христа. Зачем спорить? Зачем тратить свое время? Портить отношения друг с другом и доказывать, как верила Елена Уайт или как верили пионеры адвентизма? Если есть у нас Слово Божье, Святая Библия, которая конкретно и ясно говорит, кто же это Дух Святой, и не надо меня спрашивать, чтобы я вам сказал, кто же это Дух Святой. Спросите Библию, и она вам ответит. Для тех, кто уже собрался упрекать меня в том, что я призываю не читать Елену Уайт, хочу вам пояснить, я вовсе не призываю не читать труды Елены Уайт. Наоборот, я даже рекомендую к прочтению ее книги. Но я призываю строить вашу веру не на Еленю Уайт, а на Библии. И только лишь на Библии. Вы смотрели программу Стоп.Грех. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok